МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первые всероссийские конные соревнования среди татарских сел прошли отдельно. Здесь начинается вот эта традиция. Именно конные скачки из татарских населенных пунктов. Мы планируем, что и в дальнейшем это начало найдет свое продолжение. Может быть, это будет кубок переходящий, скажем, здесь, потом уже в другом населенном пункте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чинно вышагивающий под классическую музыку гвардейц. На самом деле Полина. Ей всего 11 лет, из которых последние 6 она болеет лошадьми. Каждый день вместо прогулок с друзьями и походов в кино она пропадает на ипподроме. Он очень красивый, у него масть очень необычная, бурая. Он хорошо прыгает, и выездка у него тоже неплохая. Маркиз, он очень такой грациозный, и поэтому мы взяли такую тему. Такой тип соревнований называется кюр, или выездка под музыку. Занимается этим красочным видом спорта в основном девушки. Дрессировки, лошади, трудолюбие и упорство просто необходимо. Девчонка привлекает не просто верховая езда, а именно еще общение с животными, с лошадьми. Еще они же более трудолюбивые девчонки, чем мальчишки. Пообщаться с ними, позаниматься. Традиционные татарские скачки – это прежде всего азарт и главное деревенское развлечение. Хотя к лошади в сельской местности относятся очень серьезно. Там это прежде всего сильный рабочий. И садятся на лошади там в основном мальчишки. Конечно, в первый раз, чтобы доказать свою смелость. Я вот лет, наверное, 14-го на Сабанту. Сначала верховые были. Обучал сам же. Не езжу. Как говорится, не за счет призов, а вот этот адреналин. Это как хобби. Жизнь городской деревенской лошади похожа только на первый взгляд. И все же сложно сказать, кому из них повезло больше. Ведь для любого животного главное – это любящий хозяин. Об особенностях ухода можно спорить бесконечно. На одном овсе далеко не уедешь, говорят многие владельцы своих скакунов. Они кормят медом, орехами и даже яблоками. Их деревенские соперники только смеются. Говорят, чистый воздух и свежая трава. Вот все, что нужно для здоровой лошади. Партнер рубрики на прием к ветеринару – Центр услуг для животных «Велес». Большинство владельцев домашних животных даже не подозревают, что у их питомцев есть проблемы с зубами. Неприятный запах изо рта на лед. Может быть, у них, у собак это нормально? К сожалению, нет. Сложение камня, генгивит, воспаление десен и тому подобные проблемы у собак встречаются даже чаще, чем у людей. Болезнь легче предотвратить. Специальные косточки, собачьи галеты, съедобные палочки для чистки зубов. С помощью этих полезных лакомств собака сможет самостоятельно бороться с зубным налетом. Однако для голливудской улыбки этого мало. Неужели собаке чистить зубы? Чистить надо собаке зубы. Берется обычная зубная щетка, человеческая, мягкая, обычный зубной порошок. И собачьи зубы все прочищаются. Каждый зубик по отдельности, с молоду, приучаются собаке чистить зубы. Если на боковых поверхностях клыков и коренных зубов появились заметные отложения, покраснели десны, значит, у вашего питомца образовались зубные камни. И лучше немедленно отправляться к ветеринару, удалять вредный налет. Используется или механическая, или ультразвуковая чистка зубов. Ультразвуковая чистка зубов всегда производится под общим наркозом. Даже такую несложную процедуру, как механическая чистка, лучше доверить выполнить специалисту. Ветеринарный врач профессионально оценит состояние зубов вашей собаки, а затем быстро и безопасно устранит возникшие проблемы. Всем известно, что собаки слышат самые тихие и даже недоступные человеческому уху звуки. Но в силу утонченности слуха они крайне восприимчивы к различным болезненным процессам. Чтобы не допустить развития воспаления, нужно внимательно следить за состоянием ушей вашего питомца. Достаточно раз в неделю посмотреть ушную раковину, чтобы кожа была светлой, без наложений, без покраснений, ватной палочкой простой, сухой, слуховой проход. Аккуратненько залезаем. Если ваточка остается чистой или с незначительным количеством серы, серого ксудата, сухого, это состояние ушной раковины хорошее. Особое внимание нужно уделить животным с длинными висячими ушами, покрытыми шерстью. Такие породы, как спаниели, баситы, сеттеры, пудели и даже беспородные собаки с такой формой ушей подвержены определенному риску. Из-за недостаточной вентиляции и обилия шерсти создаются идеальные условия для развития патогенных микроорганизмов – грибков, клещей и бактерий. Шерсть из слухового прохода необходимо выщипывать или выстригать. Тогда ушная раковина будет чистая, хорошо вентилироваться и будет менее подвержена различным заболеваниям. Важно вовремя заметить первые признаки болезни. Чем раньше будет поставлен диагноз и назначено лечение, тем меньше вероятности развития серьезных осложнений. Если собачка начала чесать ушки, она беспокоится, трясет постоянно головой, у нее различные покраснения ушной раковины. Эксудат гнойный или сырой какой-то. Все это надо лечить, это в обязательном порядке, обращаться к ветеринарным врачам. Партнер рубрики «На прием к ветеринару» Центр услуг для животных «Велес» оказывает услуги по терапии, хирургии, вакцинации и диагностике заболеваний. Работает дневной стационар для животных. Ждем вас и вашего питомца по адресу. Самара, Демократическая, 30, телефон 240-89-00. Партнер рубрики «Все как у людей» сеть в магазинах золотоваров «Четыре лапы» и «Хвост». Ошейник – непременный атрибут собаки, которая имеет дом и владельца. Это не только обязательная часть собачьей амуниции, но и знак заботы и внимания со стороны хозяина, который подбирает для своего питомца наиболее подходящий, удобный и красивый ошейник. Для того, чтобы ошейник хорошо сидел, нужно правильно подобрать его размер. Ошейник застегивается таким образом, чтобы между собачьей шеей и ошейником проходило два пальца. В этом случае ошейник подобран правильно. Сверкающие стразы, хромированные шипы или строгая лаконичность – выбирайте то, что подчеркнет стиль и индивидуальность вашей собаки. Различные расцветки, сотражающие ленты, различных рисунков. Собакам с длинной шерстью лучше подобрать специальный ошейник, по своей форме напоминающий канатик. А если шеи у вашей собаки лебединые, для такой тоже нужна специальная форма. Например, для шпицев просят всегда круглые ошейники. Для их структуры шерсти наименее травматичные ошейники круглой формы. Для собак, которые имеют выбритое горлышко или очень гладкошерстные, это такие, как китайская хохлатая собака, как пудель, как левретка или уипет, покупаются либо вот такие вот маленькие ошейнички, либо вот такие ошейнички с защитой горлышка. Строгие ошейники предназначены для дрессуры и тренировок. Очень важно уметь правильно надеть такой ошейник. Корректное положение строгого ошейника непосредственно за ушами собаки и под линией нижней челюсти. Современная собака давно не обходится одним ошейником, а имеет на каждый случай отдельный. Практичный и удобный для прогулок, надежный и эффективный для тренировок и дрессуры, нарядный и стильный для торжественных случаев и выхода в свет. Кошки и котята тоже не останутся в стороне. Миниатюрные красивые ошейнички есть и для них. Партнер рубрики «Все как у людей» – сеть магазинов золотоваров «Четыре лапы и хвост». Магазин интересных золотоваров для любителей и профессионалов. Адреса магазинов в Самаре. Проспект Карла Маркса – 179, улица Победы – 10 и Новосадовая – 139. Чуть больше месяца от рода уже смело разгуливают по газону. Гости зоопарка троих пумят, нисколько не пугают. Они себя в обиду не дают. Ой, да какой поцелуй, поцелуй. Тихонько, тихонько поцелуй. Ох ты как, кусается. Такие прогулки маленьким кошкам разрешают только два раза в день, да и то под строгим присмотром персонала. Малыши еще не совсем окрепли, растут отдельно от мамы. Хотя успели сразу после рождения попробовать материнское молоко, которое дает котятам крепкий иммунитет. Но жить вместе в зоопарке они не могут. От постоянного потока гостей парма испытывает стресс. Поэтому пумят кормит вторая мама, главный в трач зоопарка. Иммуномодуляторы проделали, и витамины включаем. Вот на данный момент мы уже сейчас с прорезыванием зубов, резцов, клыков уже начинаем вводить в рацион мясную продукцию. В виде фарша – это крольчатину, мясо птицы и говядину. Скоро эти кошки перейдут на мясной рацион. С их шкурой исчезнут пятна, которые нужны для маскировки малышей. И три котенка превратятся в грациозных пум. Дальше их ждет дорога по зоопаркам страны. Девочку уже пристроили в Нижний Новгород, а вот судьба двух ее братьев еще не решена. Сотрудники зоопарка мечтают, что такими же малышами обзаведется еще одна пара – ягуары. Теперь красавицу Нуар привезли жениха. Правда, тот еще слишком молод для того, чтобы стать отцом. Мы получили молодого санта из Новосибирска, ему 7 месяцев. Искали мы долго, партнера для нашей Нуар, и даже в Липецк ее возили. Но в Липецке ничего у них не получилось. Привезли ее обратно, и в тот период, когда она там была, как раз нашли эту котенку. Пока малыши еще не выросли, они легко даются в руки. Поэтому сотрудники зоопарка времени не теряют, фотографируют. Из таких снимков накопилась целая коллекция. Вот фотографии не только животных в неволе, но и эти самые животные будут сфотографированы в условиях дикой природы. Можно будет сравнить, посмотреть, как они ведут себя там и здесь. Кроме этого, у нас начинает работать выставка, ярмарка различных поделок, связанных с животной тематикой. Будут продаваться красивые перья павлинов. Приходите, будет очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин